всем привет с вами ирина и канал my diy like и в сегодняшнем видео я покажу вам как сделать своими руками красивый поднос из деревянных реек смотрим для подноса я купила строительном 4 рейки 20 на 45 длиной 3 метра и первое что нужно сделать это напилить их на кусочки нужного размера прикидываем какой длины будет готовый поднос отмеряем на рейке и отпиливаем необходимое количество кусочков я хотела достаточно большой и вместительный поднос и сделала его длиной 70 сантиметров а шириной около 40 всего мне потребовалось 11 отрезков по 70 сантиметров 9 на дно и 2 на стенки помимо этого вам потребуется два отрезка рейк по ширине подноса это будут поперечные ножки которые соединят все продольные реки они у меня получились около 40 сантиметров длиной еще два отрезка потребуется на поперечные стенки их лучше отмерять по месту чтобы встали между продольных стенок и наконец вам потребуется два отрезка сантиметров по 20 на ручке и 4 15 сантиметровых на проставки для ручек я их тут почему-то не засняла но дальше все увидите рейки у меня были очень дешевые рублей по 30 штучка но зато ужасного качества все плохо отшлифованы и в занозах поэтому прежде чем заниматься сборкой мне пришлось немножко подшлифовать все рейки чтобы убрать совсем уж вопиющие нестроганные места если купите рейки нормального качества этим шагом смело можете пренебречь и теперь можно начинать сборку я начала с основной детали дна поднос 9 продольных рек я склеила на водостойки пва можно использовать также любой клей для денег лучше конечно после этого стянуть их струбцинами но мои струбцины оказались маловато для ширины поднос поэтому пришлось обойтись без них после того как все продольные реки были посажены на клей я приложила с одного торца дощечку и выровняла по ней край чтобы было ровно и в заключение наклеиваем на дно две поперечные реки которые будут соединять все продольные между собой и заодно служить ножка после этого оставляем поднос в покое чтобы клей хорошо высох один край подноса я выровняла при склеивании как вы помните а вот 2 буду ровнять сейчас проводим линию по линейке по краешку подноса и отпиливаем все это дело лобзиком можно кстати и оба края так подровнять если вдруг что-то неровно получилось после этого я еще раз отшлифовала торцы и поверхность подноса чтобы все было ровненько и гладенько и теперь можно наносить на дно рисунок этот рисунок я нашла в интернете и распечатал в зеркальном отображении на четырех листах бумаги шаблон я как всегда оставлю в описании под видео чтобы было удобнее позиционировать рисунок я обвела основные детали карандашом с изнанки обрезала канцелярским ножом по линейке края и соединила все кусочки рисунка на маленькие обрывки малярного скотча тут важно чтобы скотч не залезал на рисунок не с лица не с изнанки и конечно проверяйте чтобы все части рисунка совпали кладем рисунок лицом вниз на поднос по линейке позиционируем чтобы со всех сторон было одинаковое расстояние до края и надписи шли ровно и фиксируем кусочками малярного скотча теперь берем тряпочку или ватку растворитель и пластиковый шпатель либо обычную пластиковую карточку тряпочкой смоченной в растворителе смачиваем бумагу и быстро проводим с нажимом шпателем чтобы краска отпечаталась на деревяшке лучше всего подобный фокус удается с ацетоном с ним рисунки получаются прямо очень четкие чуть хуже с жидкостью для снятия лака но в принципе можно попробовать с любым растворителем я взяла 646 он оказался не очень хорош для подобной техники тут важная скорость быстро наносите растворитель и быстро с нажимом проводите шпателем или карточкой пока растворитель не испарился если плохо отпечаталась с одного раза можно повторить главное не сдвинуть бумагу после этого наносим на поднос морил я в данном случае использовала морилку воротан цвета шиповник очень красивый серовато-кофейный тон но конечно на таком фоне черная надпись будет практически не видна и поэтому я ее подкрашу в белый цвет обводила надпись я обычной акриловой краской белого цвета тонкой кисточкой это наверное самая долгая часть работы при изготовлении поднос много мелких деталей много букв как любят сейчас писать в интернете но по правде говоря работа это приятно когда раскрашиваю что ты вижу что получается постепенно красота это так здорово и мне кажется что в сочетании с темной морилкой это белая надпись смотрится очень выразительно хотя черная очень похоже на печать знаете как на ящиках для вина или кофе бывает так что если взять светлый оттенок морилки можно сомидировать тот самый ящик из-под вина ну как будто вы подносик сколотили из досок от винного ящика очень стильный декор недавно нашла эту технику перевода рисунка при помощи растворителя и мне очень понравилось буду непременно еще экспериментировать интересно получится ли этот фокус покрашенной краской поверхностью боюсь разводов но буду пробовать а и Субтитры сделал DimaTorzok Можно заняться остальными деталями подноса Все-все кусочки реек также покрываем морилкой И после высыхания можно собирать Приклеиваем к подносу стенки на тот же водостойкий ПВА А также склеиваем ручки и оставляем все это дело хорошо просохнуть Поскольку саморезы на подобном изделии будут смотреться некрасиво Я соединяла детали на тонкие финишные гвоздики Придерживала гвоздик плоскогубцами, чтобы он не погнулся в процессе забивания Во все стенки в торце я забила по два гвоздика А потом перевернула вверх дном и приколотила все стенки по периметру А также зафиксировала ножки по краям Прошу прощения за съемку Объектив на камере не выдерживал вибраций пола от стола И потихоньку выкручивался с каждым ударом молотка Ручки я сколотила также на финишные гвоздики Только покороче, чтобы не вылезли с изнанки Ручки фиксируем на подносе Сначала на ПВА, точно так же, как и все остальное И после высыхания прибиваем гвоздиками Последнее, что нужно сделать Покрыть поверхность подноса прозрачным матовым лаком Чтобы защитить роспись Я использовала лак для мебели на водной основе И могу сказать, что я очень довольна результатом Получился поднос в винтажном стиле С красивой фактурой натурального дерева И нарочито грубоватыми ручками Словно этот поднос сделали из старого ящика Из-под каких-то припасов Кстати, если вам не нравятся такие ручки, как сделала я Можно их заменить мебельными или дверными ручками подходящего вида Будет более изящно Хотя, мне кажется, все очарование тут Именно в этой вот грубоватости В сочетании с изящной винтажной надписью Самое то для чаепития Или ужина в саду, или на балконе Кстати, в последнем случае Его можно превратить и в маленький столик Если прикрутить к нему ножки Я делала этот поднос с прицелом Чтобы носить посуду и еду на улицу Либо в беседку, либо просто на стол Накрытый под открытым небом Поэтому, наверное, не совсем по погоде Этот DIY у меня получился Уже слишком холодно, чтобы сидеть и есть на улице Но я думаю, что на будущий год мы будем использовать его очень часто Потому что это всегда большая проблема в том, чтобы принести, например, чай Много чашек, блюдец, сахарницу, ложки Вот все вот это Чтобы все это вынести на улицу Совершив как можно меньше забегов на кухню И вот для таких целей, я думаю, такой поднос прекрасно подойдет Он очень большой, вместительный И на него очень много всего одновременно можно поставить Если вам понравилось это видео и было для вас полезным То, как обычно, не забывайте про большие пальчики вверх А также подписывайтесь на мой канал, чтобы больше ничего не пропустить Ну а на сегодня все Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok